Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 96. Вопросы и события дня. 16 марта 2016 года. Понимаете, вот изничтожено, изничтожено, полезно. Нам все доказывают, никаких колесниковых не было. Это враги вам подкинули материал, чтобы вас занять, а вы все открываете, простодыры, все у вас открыто. Они теперь вас вылавливают. А что они вылавливают? 96 ролик идет. Я благодарен Богу, что так вот все Бог устрояет. Меня бы не арестовали, вот дома не было. Батюшка говорил, хорошо, что Игнатья посадили, иначе бы дома-то не было, его не купить. А я 11 лет вел суд после реабилитации, высудил. Ответственная городская администрация, КГБ опять в стороне. 11 лет шел суд. Вещь невероятная. Верховный суд СССР утверждал, что правильно все изъяли. А президиум отменил. Мне хоровой судья сказал, Пашков Виктор Иванович, это первый случай такой. Президиум Верховного Суда СССР решает только исключительно важные дела. Почему он вашим делом-то занялся-то? И все повернули назад. А из суд-то шел неамалом 11 миллиардов. Потому что моя фанатека, по всей вероятности, была самая крупная в мировой практике. 50 книг только сохранившихся. Это 2500 часов звучания. Еще 2500 у меня примерно лежит в архивах, нетронутая. Стоило чего-то. И дальше кругом измена, трусы, обмана. Это... Посчитайте дальше. Я объясняю, что такое предательство, измена везде. Кругом. Куда ни поверни. Без измены нет, нигде ничего нет. Измененные уставы Божьи. Литургия измененная. Там трудится сатана везде. Как спросил Макарий Великий. Сатана увидел, а куда ты идешь? Он говорит, в храм, на литургию. Разве ты бываешь? Он говорит, ни одной литургии без меня нет. Вот и весь сказ. Почему спят? Почему не понимают? Почему выходят? Почему пропускают? Это все показано, как ходят. Сатана цветы бросает. Кому прилип цветок, тот думает, как выйти по благовидной причине. У нас тут не выходит ни один во время службы. Только уж совсем-совсем болящий не может. Недержание, как говорится. Кому-то по глазам задел, он уснул. Но я в Винтактах, в Одноклассниках. Разные твиттеры. У меня там все. Это есть страницы. В фейсбуке. Но я там не бываю. У меня живой журнал есть. От администрации работают там модераторы. Они перекидывают на форум. Я отвечаю с форума обратно. Сами заходите сюда. Считайте, что здесь написано. Ну и объявления, чтобы помогли краткое содержание дать роликам. Работают со человека четыре. Уже откликнулись. Ну, то ли время нет, то ли чего-то. Просчитать надо. Вот как. Это краткое. Так как Великий пост настал, теперь эти ролики будут короче. В нашем сайте вот эти материалы. Вот в это надо перевести. Что это означает? Пока никто не сделал. Помогите. Ну, идут занятия по изучению Библии. Святой. Вот оно называется. К Сергею входите. И он будет. Вчера новость была для меня. Я не был. Потому что мы были накануне Андрея Критского. А в среду, пятницу занятия. Сегодня последний день Андрей Критского считает. Возвращаюсь. Они называются чат. Я никогда не видел. Действительно чат дым. Кто ничего не скажет. А сколько было там на беседе? Десять, пятнадцать человек. И они все слышат, что разговаривают. Что пишешь, они все видят. А я и не знал. Ну, надо как-то там по одному выключать. И потом по новой на кого-то выходить. И вот все равно пишут. То есть Сергей Кузьеванов. Когда был образован наш форум. Он один из первых был на форуме. То есть это в самом основании нашего форума. И все смотрит, подсказывает. Он задал прокомментировать Невзорова Александра Глебовича. И выставлял, какие именно ролики. Я не сам делаю. Мне надо все время толкать где-то. Я чем-то не интересуюсь. Я 32 ролика прокомментировал. И сказал, хватит. Это целая тема. И вот он вчера пишет. Когда я был в храме. Подходил к митрополиту. И он благословлял. И говорил. А я не слышал, что он говорит-то. А говорил он громко. И он говорит. Сергей Кузьеван. И ведь переделывая ролик, они замазали слова митрополита вам. То есть недруги. Мой ролик перетащили. Поставили его. И теперь меня Иуда там называет. В ад отправляет. И что. То есть это спрощенное воскресенье. Оно никакой роли не играет. Потому что злоба вообще отнимает разум. А предвзятость не дает здравого мышления. Сидор Пилосиот. Послушайте, как они отзываются. Что умолкните хотя бы на этот. А не давайте демону выхода. Я-то еще какие слова вам говорю. Вот человек увидел. Я даже не знал это все. Они замазали. Слова митрополита. Напустили какую-то музыку. Дальше лепение. Ведь он так громко говорил. Кавычки открываются. На постный подых. Вас и всю вашу общину. Кавычки закрыты. Радует встрече. То есть видно, как он радуется. Ну подходит, когда люди. Ну как. Ну крест зал поцеловал. Он у меня увидел. Трижды целуется, как на Пасху. Обнимает их. Ну что тут непонятно. Что хорошее. А это только хорошее отношение. А его не сдвинуть им. Нет. Это не по зубам. То есть они хоть и ошалелые. Но шавки все-таки против него. Это фигура другого размера. И вот и хорошо. Им не надо это хорошо. Дьявол не любит, когда мирно люди живут. Они ему пишут. Стараются поссорить. Он сказал мне. Кто за люди? Такое впечатление, что убить вас хотят. Я сегодня скажу на эту тему. Как Бог все в жизни одно к одному прилепляет. И потом только начинаешь понимать. Эти сочленения от Бога. Дальше. А они наложили свои слова. Кавычки. Возвращение блудного сына. Замазал слова митрополита музыкой. Понятно. Вот я и не знал. Благодарю Сергею. Вот Кузьминов. Мы не встречались ни разу. Я его не знаю. Даже не знаю. Вообще не знаю. Не радую. А вере не спросил. Ну говорит. Всегда говорит только вот разбор какой-то. Это открывает мне глаза. Что они там. Вот это. Это блудный сын. Это я пришел. Это Иуда пришел. И прочее там. То есть. У них ничего. А почему? Часто причащаются. Недостойно. Недостойно. Они со мной на эту тему сталкивались. И пришлось их в черный список занести. Они этого простить не могут. Безобразники. Где это покаяние? Где это Господи Владыка живота моего? Я-то только обороняюсь, говорю. С меня спрос-то какой? Юрий Соболев. Игнатий Тихонович Мирвам. Можно ли в широком смысле читать ветхозаветных пророков учителями иудеев, подобно тому, как святыми псалмопевест Давид называет только еврейский народ? Псалом 15. Ну называет-называет еврейский народ. Народ святой избранный. Это исход 19.6. Но в Новом Завете тоже говорит об этом откровение 1.5 и 5.10. Весь народ, все священства святой и цари. Но отдельно выбраны ливийные колена. И отдельно рукоположенные идут. Несмотря на это, я отвечаю. Вот мой ответ. Какой ответ? Ни одного слова ему не отвечаю. Считай слух. Таразакония 4.5. Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так поступали в этой земле, в которую вы вступаете, чтобы владеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех их постановлениях, скажут. Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. То есть, когда узнает, какая у нас Библия, что, вот только этот народ. Остальные законы Конституции приходят и уходят. В каждом государстве своя Конституция. Конституция Турции, Китая на меня не отражается. Но вот эта Конституция на все века, на все времена каждому человеку дана. Ибо есть ли какой великий народ, которому Боги его были столь близки, как близок к нам Господь Бог наш, когда не призовем его? Когда Его вы не призовем Господь, Яхва. Есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Юрий-то спрашивает, а пророков я, вот я и отмечаю, найди ответ-то. Надо знать, что, почувствуй. В этом ответ. То есть они живут и все являются пророками. Вот это вот для нас святые отцы, которые там что сказали, а для них вот каждый израильтянин, он выполнял эту миссию благовестия. Третье царство 20.35. Тогда один человек из сынов пророческих сказал другому, по слову Господа, бей меня. Но этот человек не согласился бить его и сказал ему, за то, что ты не слушаешь глаза Господне, убьет тебя лев, когда пойдешь от меня. Он пошел от него и лев, встретив его, убил его. Видите как? И нашел он другого человека и сказал, бей меня. Этот человек бил его до того, что изранил побои. Мне сказано было, бей, бей недостатки. Бей всю эту коррупцию, все это голубое лобби, все, что есть, бей. Я не хочу, как есть такой очарованный странник Лескова Николая Семеновича, а дух говорит, ополчайся. Поэтому я не могу успокоиться. И пошел пророк и предстал пред царя на дороге, прикрыв покрывалом глаза свои. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал, раб твой ходил на сражение. И вот один человек, отшедший в сторону, подвел ко мне человека и сказал, стереги этого человека. Если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра. Когда раб твой занялся теми и другими делами, его не стало. И сказал ему царь израильский, таков тебе и приговор, ты сам решил. Он татчас снял покрывало с глаз своих и узнал его царя, что он из пророка. И сказал ему, так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоего человека, заклятого мною, душа твоя будет вместе, вместо его души, народ твой вместо его народа. И отправился царь израильский домой, стревоженный и огорченный, и прибыл в Самарию. Самарию, Самарию, ну вот. Сказано бей, значит бей. А теперь занялся теми и другими. Вот так люди занялись теми и другими, жизнь ушла. Жизнь совершенно никуда ушла, теми и другими делами. А проверьте тебя с утра до вечера. Антон Мургунов, Мир Магнат Тихонович, сегодня переписывался 18-16 марта с отцом Сергеем Дудиным. То есть это его великий пост, первая страстная неделя. Этот человек выдает себя за священника Московской Патриархии. Так он у нас облил грязью. Называет вас бесноватым, уже учителем-гурум, который находится в прелести. В прелести, все, он не может из-за состояния. А ему это надо? Первая неделя страстная, и как он отвечает, и прощение какое-то попросил? Нет, он продолжает увеличивать потенциал злобы. А ему это надо или нет? Незнакомый человек ему что-то сказал, и он сразу бросается. То есть, когда говорят священники молитвы, что это мимо идет, а не только для народа, чтобы поджать под себя. Но это разве первый раз видит человека, он знать его не знает, что настроить против. На Никиту вышел, на Никита живет у меня, незнакомый Никита, я принял с Украины, он не к тебе ко мне приехал. А это не духоносное, а это духоносное. Этим духоносным духом-то можно человека его просто убить. Что он дальше говорит? Спросил, почему вы хаете Игнатия и других православных христиан? Научите лучше, говорю, людей Слову Божьему. И пошло. Откуда вы знаете, что и как мне делать? Это ваш лжегуру научил? Вы в нашем храме не были, у нас в каждой литургии по 200 захожан, подчеркивает, захожан причащаются. Сам говорит. У нас много больше и масштабные занятия проходят. Больше. Вот это вот и есть. Широкий путь, пространный, ни эпитемии, ничего нет, ведущая в пропасть. Вот он подтвердил, сам говорит, захожан, и он видит, что это люди чужие, уходят, рот развивает, он дает им на погибель. Многие больные, немало умирают. Они отравляют их и называют, окормляют. Окормляют, значит, отравляют. Откройте Словорожек. Они корма какая-то, что-то на корме. Да какая корма корабля, что вы думаете, дурью-то маетесь. Откройте, окормляет, только одно перекармливает и отравляет. Словорожек говорит об этом. Почему не сказать, что причащает великая святыня? А нет этого ничего, люди не знают. Согрешил, что-то сделал, а надо скорее причаститься. Да как же так? Из блуда и причаститься? Ну да. Да мы что, и причастились? Батюшка, причастились. А ты сказал, что блудник? Конечно. А что, через неделю напились, опять блудим, потом пошли, причастились? Церкви-то нет никакой. Потому что какая же церковь? Златоуз говорит, гибнет тот, кто причащает и кого причащает. Это два мертвеца. Главное, гуру, это учитель. Да хотите, передначально называть лже-гуру. А я отвечаю, что в своем храме все визуально вижу. А Игнатий Тихонович, правду говорит, опираясь на свой опыт. Да он же говорит, Игнатий, в бесовской прелести самомнение находится. В ваших роликах Дудин говорит 80% про себя, говорит. И мало про Христа. Про себя, это когда говоришь, что-то делаешь, показываешь опыт, это про себя не надо. Я ей показываю благодать Божию. Почему вы мертвы? Вы ничего не можете сказать. Причащаетесь, а жизни никакой нет мертвецы. А причащать это для чего? Кто не будет причащаться, есть плоти Сына Человеческого, не будет иметь жизни. Вот я причащаюсь, как правило, на второй неделе Великого Поста. Четыре раза в год. Просто ужас, куда священника повело. Повело, повело, скрутило и повело. Какое выражение это делает? Я им пожелал покаяния, рождения свыше, спасения души. Вот теперь сам убедился, как сатана священников портит. Да я думаю, что ничего там портить не надо. Они еще сатану испортят. Больше даже еще. Эта бабка ушла рассказывает рассказ такой на Пасху. Ну и внука не взяла, там ему года три или четыре. Трудная ночь была. А он себе бабу просил яйца крашеные. Она все яйца спрятала, взяла на освящение. Приходит домой радостно. Но теперь можно разговеть. Эта комната пустая налево-направо. Нигде нету внука. Голову повернуло какое-нибудь, а там вампадка-то. А он яичко куриное сырое достал и на огоньке варит его, стоит. Бабка говорит, да не сатана ли тебя это научил? Ты же мог упасть, тут загорелось. И вдруг такой Басхий. Я и сам у него учусь. Вот они учителя. То есть демон еще у попов учится, как соблазнять людей-то. Да. И еще хотел спросить, можно желать человеку рождения свыше, спасения души? Вот. Дальше. А то часто слышишь от людей пожелания здоровья и счастья. Какой смысл желать того, чего и так нет? Спаси Христос за ответ. Ничего нету. Юрий Соболев, сегодня слушал вашу проповедь «Начало» или «О начале», сказанную на Пасху. Тут у меня проповеди, которые сохранились, это 1300 проповедей. Ну, просто это малая-малая часть того, что я говорил в храмах, в разных храмах, и в Москве, и в других республиках, православных храмах. И даже пришлось сказать в Лиссабоне. А уже я не говорю про Тбилиси, там постоянно дальше. Короткая проповедь, но чрезвычайно насыщенная. Столько там смысла перекрестных, эпизодических. Она еще по тональности спокойно и как бы задумчивая. Я как-то говорил ефод, об ефоде. Так мне даже архиерей, говорит, как это так вы узнали? Это, это, как же так? Я-то вроде считаю, никак. А когда я сказал, что первый монастырь, попытка его была на фаворе, говорит, с построим три кущи-то. Первая попытка, это Петр мысль подал. Никогда не думал, это действительно так получается. Да так. Монастырь был 10 дней от Вознесения до Дня Пятидесятницы. Сидите, никуда не ходите. Прямое повеление. Они сидели, ждали. А теперь Дух Святой сошел, будете свидетелями. А раз в монастыре есть, это значит без Духа Святого не дождались. Все ждут и ждут, сидят. Я расшифрую вам. И где торговля в храме, значит, Христос не заходил. Это не его храм. Это вертел про сбойников. Бизнес софринский. Знаете, ваши проповеди мне напоминают поэзию. Причем разную. Античную, классическую, современную. Даже ваши проповеди в стихах как бы менее поэтичны. Как ни парадоксально звучит. Если бы я аранжировал ваши труды, то на первое место поставил бы миссионерские беседы. Затем проповеди, книги и далее. В общем, Игнатий Тихонович, люблю ваши проповеди. Спасибо, Христос. Я отвечаю. И глава. А вчера у меня вышел казус. А то я другому человеку пишу. Сижу и изредка поглядываю в окно. Двойная тюльевая занавеска и кусты калины. Все стушивают. Перед глазами тут парень. Стушивают. А там человек идет. Гляжу и вижу, ты идешь. Я быстренько, как всегда. О другому человеку это не о Бюрии речь идет. Я быстренько, как всегда, вскочил к двери. Скинул запоры, крючки и скорее на свое уютное место. Подождал тебя? Нет. Значит, Надежде Васильевне забрел. Вышел на кухню и там стою. Наконец стук в дверь. А я кричу. Открывай, свободно. Никого нет. Сел. Еще проходит время. И в дверь стук. Опять приглашаю самому за ручку с той стороны открыть дверь. Входишь. Смотрю, а это не ты. Только потоньше этот кто-то. Вышел на кухню. И стоит совершенно другой человек, а не ты. Я попросил его выйти на улицу. Скорее сам оделся туда. Гор электросеть. Попросил его показать документы. Проверил и пошли в другой дом снять показания. А про этого лиходея нужно выложить, чтобы все тамошние узнали и ему это на пользу. Укажи только без имен и прочее. И с житиями. Которые на нас разные там порнографические. Голову отрезают, делают. Ну, я думаю, сегодня одно дело сделать. Не знаю как. А, про этого лиходея нужно выложить, чтобы все тамошние узнали. И ему это на пользу. Укажи только без имен и прочее. Ну, это, который там, Саварбек, Алмазов. Сейчас я в нем буду пояснять. С житиями хорошо получается. Вот, и ты вошел в пай. Что же ты не сказал, что половинка твоя уже дома? Что с ней? Мы же ее ежедневно поминаем среди болящих. Канал Андрея Криско. 250 тропарей. А теперь я вчера решил узнать, что упустили теперь после реформы Никона. Звоню старообрядцам. В одно место позвонил. Говорю, ну-ка, прочитайте. Господи, владыка живота ему. Она прочитать не может. Ну, позвоните в храм. Я в храм. У меня вот телефон стоит. Я им почти не пользуюсь. Время, деньги. Время, деньги. Что разговаривать не более двух-трех минут. И тут написано, сколько платили. А сейчас в два раза уже больше. Это каждая минута. Заплати. У меня не в чем платить-то. Но вчера я на телефоне висел долго. Наверное, больше часа. С разными разговаривал. И вот теперь она говорит где-то. Я теперь выяснил, что сегодня считается, Господи, владыка живота моего. И что по старообрячески, как было до реформы Никона. Оказывается, реформе Никона два варианта было-то. А там мне уже в Википедии открылось. Вот согласно уставу. Согласно уставу, на каждой тропарь канона положено совершать по три земных поклона. Ну так? А тут один только остался поклон. Видите, как все это выявляется-то. Уже дальше некуда расслабляться. Данная служба является очень продолжительной и особенно величественно проходит у старообрядцев. Это в Википедии говорит. Которые во время семичасового непрерывного богослужения совершают около тысячи земных поклонов, поскольку старообрядцами на практике выполняются уставные указания о земных поклонах во время богослужения. У них исполняется. Что вам пример-то брать-то? Ну, зайдите к старообрядцам. Ну, боитесь старообрядца. Понятно, что перед ними, ну, какие бритые придут, в галстуках там, вообще никакие. Ну, зайдите в храм на Берсеневке. От храма Христа Спасителя 200 метров. Там егумен, храм на Берсеневке Николы. Там егумен Кирилл Сахаров. Московский патриархат. Не единоверческий, никто. У него все по-старообрядческий. Все. И увидите, как было. Вот русский текст. Господи, владыка, животам его, Дух праздности, уныния, любоначалии, празднословия не дажними. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви дарами рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, дарами извите мое прегрешение, не осуждайте брата моего. Якоблагословен Иси во веки веков. Аминь. Ну, меня вот это вот интересует. Оказывается, здесь у них стоит сребролюбие. Вначале празднословие и сребролюбие. Стребролюбие выкинули. Я тогда выстроил, взял, написал, и под каждым словом, которое сходится. Оказывается, это не так просто, что выкинули. А тут еще что-то есть. Дальше. Да, раскольный текст в настоящее время имеется в двух вариантах среди старобрядцев. Вариант первый текст по уставу Око Церковное 1633 года. Господи, и владыка, животу моему, дух уныния и небрежения, празднословия и тщеславия, сребролюбие и любоначальство от жене от меня. Дух же целомудрия, смирения, терпения и любви дарами рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, дашь мне зреть и мое согрешение, и же не осуждайте брата моего. Якоблагословен Иси во веки. Аминь. Вариант второй. Поча текст по часу слова 1652 года. Господи, и владыка, животу моему, дух уныния и небрежения, сребролюбие и празднословия от жене от меня. Сребролюбие, празднословие. А там, что есть, любоначалье. То есть, ага, любоначалье. И я тут увидел, что они, сребролюбие, ну, сребролюбие любой может где-то там, ну, мало ли еще, купил, продать. Там спекуляция была запрещена. А теперь спекулянты, они предпринимателями называются, расхитители, воры, называются какими-то еще словами. Ну и замазали это. А тут стоит, любоначалье. Любить начальство. Да еще, зарплата. Ну, сколько Батурина и Лена получают, жена Лужкова в Москве, самая богатая женщина в России. Ну, своими же руками она заработала. Он на пенсию отправлен за недоверие. Ну, маленькую пенсию дали. Вот у меня пенсия 6200. Я должен жить? И никакого запаса у меня на книжке, у меня ничего нет нигде. Ему пенсию назначили 253 тысячи. Ну, что непонятно-то, что-то не то. Он что, изработался, больше на лекарства тратит, хотя лекарств и нет. И вот, любоначалье включается и сребролюбие. А они туда его включили. Вот где, любоначалье это более емкое. Ну, а мы добавляем и сребролюбие. Ну, и вот оно как есть. Толкование. Живота моего, жизни мои, дух праздности, склонность к праздности и лении. Уныние, безнадежность, любоначалье, властолюбие. То есть, любовь начальствовать и властвовать над другими. Празнословие, произношение пустых слов, пустословие. Да. А также дурных и бранных слов. Не дай мне, не дай мне. Бранных? Как это бранных? Бранных. Бранных. Целомудрие, здравомыслие, благоразумие, а также чистота и непорочность души. Смиренно мудрие, сознание своего несовершенства перед Богом. То есть, это он слова объясняет. Тут надо... Целомудрие это здравомыслие, благоразумие, чистота и непорочность души. Видите, какое объемкое слово. Смиренно мудрие, это сознание своего несовершенства перед Богом. И когда не думаем о себе, что мы лучше других, смирение Терпение, терпение нужно при перенесении каких-либо неудобств Лишение несчастья, а также нужно для того, чтобы начатое хорошее дело довести до конца Любви, то есть от любовь Любви это любви К Богу и ближним Вот так Ей Господи, о Господи, даруй мне зрите, дай мне увидеть, осознавать Дальше Под братом здесь, разумеется, всякий другой человек Всякий другой человек А мне говорят, о, так этого можно добить, там, Игнатия Это он же не брат нам Всякий, любой человек, любой Якоб благословен еси, потому что ты достоин подославления После каждого из трех стихов кладется земной поклон Потом в двенадцать раз с поясными поклонами считается Божие честь имя грешного и помилуй меня И повторяется еще раз вся молитва с земным поклоном в конце Видите как, с поясными поклонами Они усаробрятся все поклоны земные Все расслабили, дальше некуда У нас ребята вот молятся, я не могу Но три поклона я все-таки сделаю У меня позвоночник, операция там, никак Вот одна пишет Кажется, второй раз я тоже читаю Дорогой брат Игнатий Тихонович, нам с женой очень нравится ваш канал, нам нравится смотреть ваши ролики, слушать ваши рассуждения, читать стихи, любоваться природой Алтая Мы евангельские христиане-баптисты Вы всегда положительно отзываетесь о нас, поете некоторые наши псалмы Что вам не подходит у баптистов, так это отсутствие рукоположенного и священства И поэтому мы не церковь Вы говорите, что только пять ветвей христианства имеют связь с первоапостольской церковью И баптисты туда не входят У меня вопрос, как же может войти через года рукоположение до православных и католиков в наших дней Или армян с коптами и сирийцами, если мы знаем из истории, что были и другие времена Когда папство орудывало инквизицией и крестовыми походами Православие при коммунистах вместе с пятым отделом предавали истинно верующих В тюрьмы и многие никогда не вернулись Петр I пишет в первом послании 2 глава 9 стих Новый род избранный, царственное священство Народ святой, люди взяты в дел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет Предположим, вы получаете электричество в Потеряевку и Скорчино И там даже на карте Google Maps видно, что идут столбы и тянутся провода Представьте, шли, шли провода, потом вдруг пошли веревки, колючая проволока, канаты, потом опять провода Вопрос, что вы получите у вас в Потеряевке? Будет ли электричество в розетках и свет в лампочках? Не так ли с рукоположением через века? Спасибо, ждем ответ, пусть Бог вас хранит и благословит Тут веревка меня обойдет, я уже говорил никак А какое отношение инквизиции имеют? Рукоположенные оставались в Сирии, инквизиции не было нигде Уничтожали-то не священников, а колдунов или еретиков Это везде и всюду сохранилось абсолютно точно Вы ни одного человека не найдете в истории, которой не было в этих сарквах, которые называют связь с апостольскими временами Тут веревки ни при чем И от которых учатся семинаристы, все, и потом как рукополагают, и только епископ Нигде не было И то, что назвали гонение, что пятый отдел гнали Но епископы были, тайно, они подожали рукополагать А где не было, точнее, ничего не было, люди не причащались Но из себя, из своей среды у христиан даже мысли такой не было Старобрядцы больше ста лет искали После Никоновой реформы Наконец обрели человека, и он рукоположил им Амбросия Митрополита Вот так Сергей Дохно Ответ на вопрос Хуление на человека Божия прост Облегчение за собственную жизнь Жизнь Лапкина облегчает всех его хулителей И заставляет их работать в содружестве со всеми силами нечистыми Вознося хулу к Богу в небо Вот и все, другой причины-то нет, что они на меня взятся Что-то я сказал не так, утащил или нет Люди не церковные совершенно, но они привыкли Хорошее отношение с батюшкой Господь говорит об этом обличении Славу друг от друга принимаете А от единого Бога не ищите Это упрек Это слава друг от друга Батюшке нравятся руки лодочкой Благослови Батюшке очень нравится это У нас близкие отношения были с одним священником Но в Нью-Йорк еще люди приходят и говорят Александр Иванович, и он нормально И наша сестра работала там, говорит А можно я вас буду назвать просто Ну я от вас не родилась, просто устроилась на работу Буду называть не отец Александра Александр Иванович Как он сразу такой, чтобы я этого не слышал даже А человек хороший То есть это уже въелось в них Вот приезжают другие Аким Тихонович Даже наши прихожане, которые в другом месте приезжают И так и называют, ничего нет Дальше Ромалио Калинини И почему так происходит? Максим Степаненко говорит Не выставляйте видео с Антоном Дулевичем То есть видео выставляются не все Какие хотите выставлять и какие-то нет Меня попросили, я не выставил Меня нападает и что? Что я сделал не так? Человек попросил, говорит Вот до такого-то времени И у нас с этим человеком, который просит Он просит наши беседы Не выставляйте до определенного времени До половины января А уже март идет И он больше не говорит выставлять Я не выставляю, почему? Потому что я этого человека очень уважаю Очень уважаю И мое мнение о нем не меняется Как с первого дня было, так и сейчас А он изменился, он на вас говорит Там что попало Это он говорит Но не я Я о нем только молюсь И он был гонимый И для меня это другой человек И о нем я никогда ничего не скажу Даже фамилии, имя не буду поминать Чтобы он не подумал, что мое отношение изменилось Никак Ни грамма А он говорит Вот тот другой Игнатий там пал, разложился Ничего не знаю В моем сердце остался тот первый Гонимый за слово Б Таким он останется до судного дня Я никогда не меняю свое мнение в этом отношении Еще раз говорю Роман Николаевич Я простой православный человек Я устал ждать, когда же вы, ученые, мужи, пастыри Уже вспомните о нас, наших душах Есть же труды святых отцов Есть каноны Почему не учат людей? Отцов большой буквы никогда не пишите Только с маленькой Отец один Сколько можно спорить между собой Если между вами нет единогласия То какой с нас спрос? Какой с нас спрос? Вы кажете, ребят, ответите Какой с вас спрос? Какое отношение имеют? Живя в мирских городах Сложно держать себя в чистоте Создавайте деревни подобные потеряевки Желающих переехать в подобные селения Найдутся люди Создавайте православные селения Как можно быстрее Хватит храмы каменные возводить Спасайте храмы людские в душах Становитесь уже настоящими пастырями Вот, хорошее предложение, Роман Николаевич Выходи на нас Если подходящая кандидатура будет разрешена в потеряевке А то, мне нравится выражение Ушатару ставили Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны Начинайте конкретно Мы взяли крапиву, стали выдирать ее лопатой Совершенный пустырь был Интересно бы посмотреть Вы, Максим, к 80 годам Сохраните вообще элементарную трезвость ума Уже не говоря о другом А ваш Андрюша Кураев Да кто-то вообще Если честно, туфтогон Если вам нравится благочестивая болтовня Слушайте Кураева МСД Проникновенно Резкость Игнатия Тихоновича Порой меня взрывает Но я вновь и вновь прихожу на канал Максима зауважал Согласен во всем Совсем Я бы мог не ставить Это я вытащил Это и поставил А как-то это раньше было Я даже не видел какие отзывы Я отзывы никогда не даю Почему? Главный материал я высылал И все Зачем? Спорить не спорить? Ну явно спрашивают А как к вам приехать? Тогда приходится выйти Или ссылку хотя бы сделать Вот Ну теперь посмотрим еще Какие материалы пришли Я тут пропустил Маленько не так Меня просили вот это На первом месте поставить Вот этот человек Что он тут делает? Ну переписывались мы Почем земля у нас спросил А я ответил ему Он говорил 60 человек приедут Это с Кавказа Мы говорим Земля будет Мы все хотим предкрещение принять А потом никого нигде нету Об вас в одном и речи не было А только 60 человек Которых мы готовы принять Как христиан В данном случае Вы говорили неправду А это у нас первое условие Продолжение разговора Не лгать Не пить Не курить Не склоннословить Не воровать На этом нашу с вами переписку Полностью прекращаем Храни вас Бог И вот этот человек оказалось Теперь нашли его Люди которые лично знают Он в Караганде Я хотел просто спросить У людей Мнение ваше Крупным планом дай Мне советуют Модераторы Вы его крупным планом дайте Его найдут И оказывается нашли А в городе Караганде живет Очень говорит Такой человек Не хороший Я его не знаю Но с ним вот такой разговор Дальше мне пишут Справка Соребек Алмазов Настоящее имя этого человека Караганда 27 августа 1975 Рождения Ну и дальше Где школу кончил Восьмая школа И еще что Далее этот человек Будто съехал с катушек Вот это Это не мои слова Это пишут мне Он сделал Продолжает Делать десятки А то и сотни Порнографических картинок С Игнатием Тихоновичем И Надеждой Васильевной Лапкиным С моей женой То есть голову Прилепляет Там где люди Нормально Я спрашиваю Нормально А что сделать Караганда Найдите Найдите Поговорите С человеком Как Сегодня я буду Говорить в одном месте Я уже договорился У меня Три вопроса Возникли Иду В Алтайское краевое ФСБ КГБ Иду Не один Меня повезут Чтобы рядом был Я плохо слышу Добьюсь с начальником И еду не с пустыми руками Это интересно Как Вот Очень плохо Сделал он Как бы этот человек Но что из этого идет Я всегда А зачем он появился Считай дальше Так Он подставляет Эти фото Везде Где только может Поэтому просим Показать крупные Его фотографии В нескольких Выпусках Желательно в начале Пусть и знает Его в лицо Пусть помолится Его в разумлении Его настоящая Фамилия Имя отчества Саварбек Алмазов Кобизотчества Ему 40 лет Но чувствует он себя Похоже на 12 лет 12 летний Ребенок Как будто бы Вот я вчера позвонил Как принимают Что это В КГБ ФСБ Который сейчас называется У меня там другие вопросы Ну и попутно этот Так что Запрос может быть сделан туда Ладно это или не ладно Я иду Я люблю математику Сейчас второй ролик сделаю А математику Ну тут к этому я прилепляю Я взял с собой документы Я новое поколение Там пришло В КГБ 77 документов Это большое И журналы Центральная там Милиция Где с фотографиями Чтобы они Вызвать их доверие К тому что говорю А потом попрошу сделать Чтобы местное ФСБ В КГБ Караганды Хоть и другое государство Сделали запрос Узнали Поговорили с человеком Думает он На суд Божий Предстать или нет Мусульмане Вот так вот Это не делают Почему он не рисует Мухаммада Пускай нарисует Магомета Своего А там с ним уже Разберутся В течение одного дня Он знает Безнаказанность Но вот это Узнал Что его узнали Три дня Ничего не выставляет Каждый день выставлял Он там Не сосарил А за Вес эфир И вот и все Я к чему говорю У меня Который курировал Мое дело Полковник Никулин Юрий Михайлович И вот вчера Я Искал 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 И нашел у него И скажу Как нашел Как старые Свои адреса Все стал поднимать Это ой-ой-ой-ой И находясь Я его нашел Дальше говорить не буду Потому что я там Другой ролик помещу И вот здесь Что тут говорит Кто пришел Надежда Хас Здравствуйте Игнатий Тихонович Прошу простить меня заранее Пишу впервые Мы с моим мужем Пришли к вере В 2014 году Поняли что жизнь В городе Очень губительна Для надо души Летом Этого не уже года В деревне Куда приезжаем В отпуск Увидели дом Рядом строим дом Для моих родителей Выяснили что этот дом Продают Взяли кредит И купили его Весной 2015 года Поставили квартиру В Санкт Поставили квартиру В Санкт-Петербурге На продажу И уже год Как не можем продать Цену поставили низкую Очень хотим Переехать на землю Жить по-настоящему А не выживать Дышать свежим воздухом И трудиться на новогороде Ну из-за кредита Понимаем что зарплаты В деревне не хватит И на пищу И на выплачивание долга Как нам поступить Уезжать в деревню Весной Огород нужно сажать Или ждать Живя в городе Мы часто задаемся вопросом Когда уедем отсюда Может Бог ждет от нас жертвы Для чего Господь нас тут держит Простите пожалуйста Меня грешно Надежда Санкт-Петербург А потерявки тут прочитаете Мы даем о себе знать Это не в церковь А в деревню И вот какие условия Чтобы человека Можно было принять Тут бы я посоветовал Как и что Для воспитания детей Лучшего места не найти Все верующие Смотрят за этим Здесь не знают А надо на месте Все это смотреть Конечно в деревне лучше Тут толковать даже не надо Наши же живут Никто не умирает Разбогатеть не разбогатели Вот приехал староста У него сейчас кажется Три трактора Или четыре трактора Три машины 180 гектар всего У него только ток зерной 502 квадратных метра И все уже железом покрыло А было кое-как Все время помаленьку Каждый год Богатеть в один день Это грабить только Как разное обрамовище Это грабежи Из Израиля Грабители приехали Там Березовский А обычно человек богатеет Как я три овечки держал Больше Как Яков богател У Лавана был Рождаются новые овцы Теперь новая Наконец табуны Ослы Коровы появились И так Иов был богатый Ну дальше сказать Больше нечего Где-то Показать где у нас Какое Православный Видеоканал Видеоканал Вот он где И вот здесь Вот ткнуть Вот главное Вот я сейчас Вот она побежала Сейчас открывает Переменит по-другому Вот И вот здесь вот Жития святых На каждый день Нашелся добрый человек И вот он Это работает Это Я насчитал еще 80-е годы И он теперь ставит И жития Потом переношу я В мой мир Ну мой мир Это вот показать Вот этот мой мир Сколько здесь Видео у нас 2790 А сколько Фотографии 18915 Видите Вот первую фотографию Даже открою Показать На прощенное воскресенье Я приходил В храм И здесь Вот он стоит Митрополит Ну что посмотрите На лицо Как он обнимает Уже после того Как трижды Поцеловались С ним А люди идут Идут чередой И вдруг он делает Такое исключение Я больше не видел Ни с кем Это так не было Ну гляньте на лицо Ну что можно сказать Явно человек Очень рад Расспрашивает Батюшка тут был И вот так И идут за ним Вот это Тут написано Кто? Марина Добунова Музей истории Искусства Секретарь Где она работает Я ходил Сфотографировал ее Дальше Это я в морфлоте Служил 60-й год 60-й год Тихоокеанский плот Это я был В Нью-Йорке Епископа Ларина Сейчас вот он Перросветитель Митрополит А это Митрополит Виталий был Я был приглашен По миссионерскому фонду Впервые за всю их историю По миссионерскому фонду Ну а это Вот написано Что тут Вен Спилс Латвия 1962-й год 23 года Знакомься со Святой Библией Покаяние Обращение ко Христу Работа моряком Учеба В высшем Мореходном училище Города Рима Он даже не похож на меня Нисколько Это я Тогда кто-то сказал А что вы одеваетесь Там Костюм нормальный Дерюжный какой-то Ну такой какой Есть Свитер Видите в это время И рубашка В это время Господь дал мне Возможность Уверовать Я уверовал Поступил в училище Сразу же стал просить Разрешение сдать Три курса За год По выбору комиссии Все эти предметы На английском Немецком Или французском Ясно что выход Был бы за границу Но Бог усмотрел По другому В это время Я обратился Только поступил в училище Месяц прошел И я обратился А то кто книги получает Вот как идут Все присылают обратно Это сейчас В последнее время Только То есть разные люди Показать Видите это Вот и которые Враги у меня там Они считаются Они могут показать Что-то Радость таких людей Новые люди Из баптистов Отовсюду приходят Становятся православными Ну зачем это Враждуете Там у вас ничего нет У чего злиться-то Ну я поработал У меня есть В бумажном варианте 38 книг Вот вчера интересно Свет выключили И до полчетвертого Не было Чем заниматься-то Люди на улицу Выходят Ну компьютер не включишь А в бумажном варианте Книги Открыл считаешь Поэтому перейдут все На электронную версию Не перейдут По ГАЗ-то Ничего нигде нет И документы Везде вы подаете В бумажном варианте Вот сколько я уже показал Это люди разные Вот они Ну посмотрите На их глаза Это они купили книги Вот этот трехтомник Три тома Это три тысячи рублей Это у меня то, что осталось Остаток И книги эти все уникальны Вот это Если он православие Сорок лет собирал материал Моего тут еще нет Вот так вот Которые добавлены Столько фотографий Интересны они Любому Кто Понимает Еще к чему Сейчас покажу Наш сайт Вот наш библейский Сайт Православный Тут все есть Для слова Божия нет Уз И вот этот Трехтомник Новый Завет Эти книги Подарены Путину Медведеву Патриарху И вот здесь все идет Сейчас начал выставлять Об этих О католиках Огромный материал Материал для кислого православия Сорок лет собирал Это не просто так По странищам Чтобы выбрать Что-то Иеронима Средонска Должен целиком Прочитать 12-го Затауса Целиком А всего только Три предложения взял Оттуда Надо найти Где Вот проповеди А здесь ответы И проще Ткнешь Ткнешь на видеоканал Ткнул на православный форум Это вот на сегодняшний день У меня все Больше ничего нет Во славу Божию Продолжение следует... Продолжение следует...